мы снимаем подводку сегодня мы приехали в Мауяныб а точнее на турбазу Мишкин лес поездка получилось спонтанной есть одна задача снять черные бани обычные бани помыться в шести вроде бы в банях деревни руч главное не умереть потом после этих шести бань и мы вам расскажем как сюда приехать сколько это стоит и что здесь есть интересного бомбим встал уже Никифор ну чего Никифор дорогой мой давай сходим на свидание я тут такое место такое свидание мастерская здесь есть так хочется с тобой на свидание сходить дорогой ты мой мастерская ничего мастерская по эпоксидной смоле это на что такое давай миленький сходим пожалуйста да посмотрим снег не дочистишь миленький на снег то никуда не денется снова выпадет даже дочистишь ну ну пойдем сходим денежки возьми только да побольше конечно конечно в ресторан еще потом сходим Чего вы делаете-то, миленькие? Здравствуйте, мы очень рады вас видеть в нашей мастерской по эпоксидной смоле. Вы можете сделать каждый как свое изделие самостоятельно, а также можете провести арт-свидание и создать какое-то изделие совместно. Предлагаем вам создать сервировочные тарелки, например, на ножке, низкой, высокой, либо же они могут быть с ручкой. Сюда кладут сыры, фрукты, конфеты. Это отличный вариант для совместного творчества. Если же хочется чего-то более функционального, можете создать, например, столик или часы. Давайте вы попробуете. Ой, Никифор, какая я довольная. Какие же часики-то у нас красивые получились, правда? Да, теперь будем знать, сколько нам осталось. Ссылка на мастерскую по эпоксидной смоле в описании к видео. Все? Или я же что-то что-то надо сказать? Этот выпуск будет состоять из двух частей. В первой части мы посетим село Руч, во второй – деревню Малый Анныб и туристическую базу Мишкин лес. Название села Руч происходит от коми слова «руч», что в переводе значит «лиса». Старожилы села вспоминают, что раньше тут водилось много лис. На них активно охотились. Село на всю Россию известно многоствольной елью. От увес, так по коме будет интернет, полон информацией о этом дереве. Никто из местных жителей не знает, кто ее посадил. Стоит тут уже около ста лет. Верит в деревню, что дерево их оберегает от пожара. Передает свою силу людям, обнявшим ее могучий ствол. Ну а что нам? Проверили. Дерево, правда, дает силу. Поэтому продолжаю выпуск дальше. Летом ураган сломал один ствол. Но от этого дерева все равно привлекательно. С мифологическими существами, развешанными на ветках, местным жителям ель смотрится органичнее. Туристам в селе рекомендую посетить ближайшее озеро. Конечно, не Байкал, но фотосессии сделать можно. Правую руку чуть ниже, чтобы левую наверх. Левой рукой тоже поправляет. И N видит в камеру, а чуть-чуть сюда. Уверяю, вручь вас как магнитом притянет. А, это, кстати, часовня или пророка. Так, о чем я? Точно. Уверяю, вручь вас как магнитом притянут бани по черному. Вот так выглядит черная баня снаружи. Обычная пристройка, только без трубы. Топится внутри и дым выходит через такие отверстия. Даже тут есть окно. Кто не имел... Крича, что там кто-то моется. Все, убегаем. По коме баня Пывщан. Пывщан почитался лучшей укрепительницей здоровья. В одном из углов бани находится каменка по коми гор. Она представляет собой груду камней. В бане выводили у ребенка кочергу, послеродовый пупок. С этой целью новорожденного неделю парили в бане. Самый грозный из всех духов хозяйственных построек считался Пывщанца. Баня. Отношения с Пывщанцей строились с определенными договоренностями. Во-первых, ходя в баню, следовало попросить у Пывщанцы разрешения мыться. Во-вторых, после третьего пара, в некоторых местах и после второго, мыться в бане было нельзя. Нарушившего первое правило, Пывщанца просто изгонял из бани. За нарушение второго могла последовать смерть. Но если уж правда приедете в Руч, то посетите церковь Стретения Господня. Полюбуйтесь росписью внутри. Нам в этот раз не повезло. Церковь оказалась закрытой. А вы считали, пожалуйста, позже Аскодлика звонит, например, кучем-ка туристы, я сказал, что на локну Руча. Знает, вермасно, с Тьян-ла, например, звонит на Ишуна. Мы кучем-ка ветлены по гастрономическим точкам деревни Руч, кучем-ка ветлены знаменитые путы и ветлены в черную баню. А мы-то и думаем-то лишь так и договор, что не мыло бы и не. Кучем сумма, примерно. Ну, рентировочно, мы так думаем. Если на один день, в районе 3-4-5 тысяч рублей. 3-4-5 тысяч рублей, и вы приедете в деревню, где нет такси, гостиниц, но вас здесь встретят, накормят и еще в баню отведут по-черному. И вот минус 20 лет вашему телу. Да. Суручка, я вам приветствую, что я вам приветствую. Суручка, французская. За 11 тысяч 300 аршин от деревни Руч, не пугайтесь, это не так много, 8 километров всего лишь, находится турбаза Мишкин лес. Она расположена в деревне Мауяны. Эта уникальная деревня живет благодаря мудрым людям, Люции Николаевне и Михаилу Григорьевичу, которые построили фермы в деревне и вместе с дочкой Настей развивают базу для туристов. Там в Карелии, там в Финляндию, везде вот такие частные базы, где, допустим, вдоль реки там бани стоят, домики, думаю, почему бы нам такое не сделать тут. И с этого все пошло и поехало, люди начали больше и больше интересоваться, приезжать. Ну и возник вопрос, что надо вроде как один домик для семьи. Когда семейные приезжают, хотят с ночевкой остаться, чтобы не в палатках. Это, кстати, большой дом, это первый такой большой дом, который у нас тут на базе появился. И этот дом был только летом, у нас база была. Не было света тут, ничего не было. Мы сами это все потом долго-долго проводили, потому что надо кучу документаций, чтобы сюда свет провести. Это же надо целые столбы ставить, ну, короче, долгое дело. И через три года или четыре где-то у нас тут появился свет. Вот так сила мыслей помогла воплотить в жизнь задумку. Сейчас на базе есть два дома, где гости ночуют. Детская площадка. Вот такая горочка. Такие крутые качели, тут можно сидеть втроем. А еще советская машина. Не влезаю. А для летнего отдыха на базе предусмотрены места для посиделок. Самое важное, тут река близко и природа красивая. В республике Коми довольно-таки много мест, которые я вам рекомендую посетить. Турбаза Мишкин лес входит в их число, поэтому приезжайте сюда и зимой. И летом, весной, осенью тетя Люция, ее муж Михаил и Настя сделали огромный вклад в развитие туризма республики Коми. А всем гостям еще рекомендую посетить арт-музей. Где вы такое слышали? В малом Аннебе он есть. Тут хранятся Коми исторические предметы и красивые вещи. Вот этот экспонат привезли нам с Аннеба. Раньше в Аннебе огромная школа была, они музей собирали, видите. И вот это как раз экспонат с этого музея. Может, это как бы не отсюда деталь. Может, это отдельно было, это отдельно как воронка. Это сюда положили. Но нам привезли в таком виде. И с музея даже работники приезжали и сказали, что это за, говорит, у вас экспонат. Мы не можем ответить, для чего он это. Может, кто-то, если знает, можете потом написать. Весьма интересная находка. Может, вы и правду знаете, что это. Оставьте обратную связь. Ну а выпуск идет под завершение. А если о турбазе в Мишкин лес я рассказал не так привлекательно, то вот еще подарочек. Кожень на коме языке. А сейчас мы, собственно, сами идем в баню мыться черную. На улице уже стемнело, но баня светлая. Открывай. Так, быстро заходим. Быстро заходим. Бегом, бегом. Здравствуйте. Да. О, грысно. Как и учит, видит ли. Видит ли. Стичка не уна, позже сайков. Так что, когда первый датчик вошел. Датчик, вошел там. Вошел там. Вошел там каш. Вошел там каш. Видите, что там уна, так, так, так? Я не ошпарючем, как и качкарн. Так, хорошо. Так, как бы дланку очистки, ставься. Давай мне пей там. А ты видишь, ставь салз. Лепшись. Ну, я вам тоже когда-с. Саша пошла. Он не уна, вы тоже там. Он не уна, вы тоже там. Сейчас мы там встали с пух сейчас. Следующий, Петер стал сажаться. Возже барапурам. Воздущик там. Барапурам. Все. Возже мужчина. Йорк, что на пылься нас позже? Мать, тысну, некуда нас позже. Но книга Мата на каком языке позже не уна. Так, девочки, красотки. Первый пошел. Да. Первый, второй. Все, удачи. Опыты проводятся две минуты. Так. Состояние подопечных довольно стабильное. Сидят. Так. И обратно. Тулшаланский. Классная баня, ставлю пять с плюсом, как в школе. Приезжайте в Мауяныб, отдохните от души. Тут нет сотовой связи. С города вас никто отвлекать не станет. Сюда можно приехать либо на автобусе, и самое удивительное, вас даже встретят. Автобус доезжает до перекрестка. Но глава семейства Волокжаниных, он выйдет за вами и встретит с автобуса. И на обратный автобус точно так же вывезет и посадит туда. Либо вы можете приехать на машине 150 километров до сюда. Сестры и братья, сестры и братья, сестры и братья. Сестры и братья, сестры и братья, вы читайте.